напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали что это за предмет который ценили советские офицеры это полевая сумка стандартный элемент офицерского снаряжения младший командный состав получил полевую сумку только с 1943 года в сумке образца сороковых годов предусмотрены отделение для карандашей ручки пластика компаса и карт более поздние сумки имели откидывающиеся створки с прозрачным покрытием куда вкладывали карты как правильно называлась эта часть форма военнослужащих это гимнастерка плотная тканевая удлиненная рубашка которую носили с ремнем гимнастерки были распространены в ссср до конца 60-х годов 20 века в армии в ссср отказались от гимнастерки в пользу хлопчатобумажного и полушерстяного кителя в связи с затруднением оказания медицинской помощи при ранениях из какого материала шили солдатские сапоги в ссср основной обувью советских солдат были так называемые кирзовые сапоги с портянками но из кирзы шьется только голенище сапога нижняя же часть этакая калоша шьется из кожи так как на нее при ходьбе приходится значительные нагрузки которые кирза не выдержит кирза была специально разработана перед великой отечественной войной для экономии кожи как солдаты называли нательное белье в виде рубахи с длинными рукавами и длинных кальсон из белой ткани Нательное белье в виде рубахи с длинными рукавами и длинных кальсон из белой ткани. В армии называли «белуга» по сходству с белым китом. Летом такое белье было из тонкого хлопчатобумажного материала, зимой из фланели. Такое белье встречается в армии до сих пор. В каких родах войск первыми начали носить пилотки? Пилотка появилась в начале 20 века, когда стала зарождаться военная авиация. Изначально она называлась «шапка складная пилотская». Но основным головным убором тогда были фуражки. Летчики же в полете надевали кожаный шлем, а фуражку приходилось куда-то девать. Пилотку же можно было запросто сложить и сунуть в карман. Впоследствии пилотка стала массовым солдатским головным убором по причине простоты и дешевизны. Найдите на фото офицера Красной армии бронетанковых войск в униформе 40-х годов. Генерал-майор бронетанковых войск в повседневной форме на фото 2. Принадлежность к бронетанковым войскам свидетельствует акулы с черного цвета фуражки. На фото 1 – майор кавалерии. На фото 3 – снайпер в осеннем камуфляже. На фото 4 – капитан 3-го ранга военно-морского флота. И на фото 5 – летчик морской авиации. Как называется этот предмет из солдатской амуниции? Это вещевой мешок. Для его изготовления используется легкий брезент, который хорошо защищает находящиеся в нем предметы от мелких осадков, отличается прочностью, износоустойчивостью. Его вместимость 30 литров. Сверху мешка вшит прочный шнурок, который стягивается в одну сторону и просто завязывается. Этим обеспечивается сохранение вещей. В каких родах войск носили сапоги со шнуровкой сбоку? Это сапоги десантников. У них была специальная шнуровка сбоку, чтобы сапоги не слетали при прыжке с парашютом. Шнурки шнуровались, бант заворачивался внутрь. Преимущество таких сапог в том, что они были чуть заужены сверху голенище и лучше дышали за счет длинного выреза. То есть нога в них не болталась и лучше себя чувствовала. Как называется эта униформа советских солдат на фото? Это Мабута. По одной из версий названа она была в честь африканского диктатора Мабуту, против которого якобы воевал советский спецназ. Состояла эта форма из мешковатых брюк немного похожих на галифе, короткой куртке по пояс с двумя нагрудными карманами и кепке. Мабут было несколько моделей, отличавшихся цветом и немного покроем. Был и зимний вариант. Отчего пропитывали специальной пропиткой такой общевойсковой комплексный защитный костюм для десантников. Общевойсковой комплексный защитный костюм для десантников шили из хлопчатобумажной ткани со специальной пропиткой, защищающей от радиации и отравляющих веществ. Такие костюмы массово не носились, но на складах на случай войны были. В них также в 1986 году ходили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Найдите на фото красноармейца Красной армии бронетанковых войск в униформе 30-х годов. Красноармеец бронетанковых войск в полевой форме на фото 3. На фото 1 – пехотный красноармеец в зимней форме 20-х годов. На фото 2 – сотрудник государственного политического управления в повседневной форме 1924-1927 годов. И на фото 4 – военрук инспекции государственного политического управления 1923 год. В каком военном конфликте солдаты и сержанты вооруженных сил СССР впервые начали носить такие Панамы? История Панамы в армии начинается с фотографий 1939 года, сделанная во время известных событий на реке Халфингол. Но введена Панама в армию была в 1938 году согласно приказа номер 61, в котором указывалось, что для личного состава войсковых частей расположенных в районах с жарким климатом, устанавливается в качестве летнего головного убора для комбинированной носки со стальным шлемом хлопчатобумажная Панама. Как официально назывались эти знаки различия командиров Красной армии? Петличные знаки – это парный знак различия, располагающийся либо на верхней части петлиц, либо на углу воротника. Петличные знаки различия с 1924 года просуществовали в Красной армии без изменений до 1943 года. Петличные знаки иногда в разговорном языке называли кубарями. Широко известно ласковое прозвище реактивного гвардейского миномета «Катюша», но женское имя получила и самозарядная винтовка Токарева. Как ее называли наши солдаты? Самозарядная винтовка Токарева, сокращенно СВТ, в просторечии называлась Светкой. Эта винтовка была разработана в качестве замены автоматической винтовки Симонова и 26 февраля 1939 года принята на вооружение Красной армии. Первая винтовка Токарева образца 1938 года была выпущена 16 июля 1939 года. С 1 октября 1939 года начался валовый выпуск на Тульском, а с 1940 года на Ижевском оружейном заводе. Найдите на фото офицера Красной армии военно-воздушных сил в униформе 30-х годов. Капитан военно-воздушных сил на фото 4. Отличительной чертой ВВС являются голубые петлицы. На фото 1. Красноармеец автобронетанковых войск в летнем комбинезоне 1935 год. На фото 2. Лейтенант автобронетанковых войск в походной форме 1938-1941 года. На фото 3. Пехотный младший политрук в летней походной форме 1939 год. И на фото 5. Красноармеец в парадной форме донских казачьих кавалерийских частей 1936-1941 года. Какое автоматическое оружие было самым широко используемым рабочей крестьянской Красной армией в годы Великой Отечественной войны? Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина, один из самых массовых пистолетов пулеметов, использовавшихся во время Великой Отечественной войны. Пистолет-пулемет оказался в действующей армии осенью 1941 года. А массово вооружать им солдат Красной армии начали только в 1942 году. Зато с этого момента он стал неотъемлемой частью образа воина-освободителя и действительно внес огромный вклад в разгром врага на всех фронтах Великой Отечественной войны. Всего выпущено около 6 миллионов штук. Для чего эта сумка из солдатской амуниции? С появлением коробчатых магазинов для пистолета-пулемета Шпагина и с разработкой пистолета-пулемета Судаева с подобными магазинами возникла необходимость в сумке для их переноски. В качестве прототипа была использована сумка для магазинов немецкого пистолета-пулемета. Сумка вмещала в себя три магазина, каждый из которых был рассчитан на 35 патронов. А какая винтовка была самой широко используемой рабочей крестьянской Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Винтовку Сергея Ивановича Мосина приняли на вооружение еще в 1981 году. За годы производства выпустили около 37 миллионов единиц оружия на основе винтовки Мосина. Больше за всю историю СССР изготовили только автоматов Калашникова. Найдите на фото красноармейцев Красной армии сухопутных войск в униформе 1941-1943 годов. Красноармейцы сухопутных войск 1941-1943 годов представлены на фото 2 и 5, на фото 1 инженер, капитан 2 ранга военно-морского флота, на фото 3 майор военно-воздушных сил и на фото 4 курсант военного авиационного училища в парадно-выходной форме. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Для чего используется это солдатское приспособление в разобранном виде в данном коротком ролике. Напишите в комментариях ваш вариант ответа, для чего используется это солдатское приспособление в разобранном виде. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.